Мир без воина – это основа жизни. Бьется живое сердце, и вся история, которую без преувеличения можно назвать героической, оживает и вдохновляет. Тысячи людей заполнили все пространство у озера Слез и вокруг скульптур защитников Сталинграда. Получасовая видеоинсталляция с яркими кадрами кинохроники военных лет и рассказом о великих полководцах и ключевых сражениях российской армии и стойкости великого народа проектировалась на экран подпорной стены. У каждого народа есть свои герои. О них помнят. Передают их имена из поколения в поколение. Их жизнь – пример величия духа и любви к своей отчизне. Свыше десятка мегаваттных компьютерных проекторов меняют облик скульптуры Родины Мать так, словно она ожила. Исторические события, открывшие миру великие имена ее защитников, оживают и словно наполняют ее силой и мощью, которыми всегда обладал и народ, защищавший ее на протяжении многих веков. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет? Не в силе Бог, а в правде. Силен духом воин, на чьей стороне правда? Александр Суворов Величайший полководец, гений военного искусства. Сам погибай, а товарища выручай. Это одна из его заповедей. Глазомер, быстрота, натиск. Вот формула побед над противником Александра Суворова, названного Александром в честь князя Александра Невского. Проекция видеоинсталляции демонстрирует летопись военных сражений ярко, лаконично и эмоционально сильно. С помощью проекционной сетки, исходящей от нескольких видеоприборов, лазерные лучи направляются в разные точки монумента. Так изображение на поверхности скульптуры оживает. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. И вновь, как и сотни лет назад, народ встал на защиту своей Родины. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков. Это не просто лозунг для плаката. Это обращение к нашей общей пропамяти, к нашей общей истории. Это то, что живо в каждом из нас. Даже давно знакомые кадры и много раз слышанные слова в этот вечер воспринимались по-новому, наполняя особой гордостью каждого. Браг был остановлен ценой страшных потерь миллионов человеческих жизней. Они столкнулись с великим народом, объединенным единой целью, сплоченным одной бедой. Бои шли за каждый город, деревню, улицу, заводы, фабрики. За каждую пять земли. Летят самолеты, идут танки, падают бомбы. Родина-мать становится каменной, крепостной стеной на пути врага. Что было с нашей Родиной, когда вражеский сапог топтал нашу землю? Ответ на экране. Монумент охватывает огонь. Стальные цепи сдавливают грудь. Опутывают руки скульптуры. Наступает холодная ледяная зима. Вряд ли красноармейцы задумывались о том, вспомнят ли их имена потомки. Советский солдат воевал со жгучей ненавистью к врагу. Ожесточенно, беспощадно, отважно. Как никогда и никто не воевал. Но только так выигрывают войну. Брест, Смоленск, Москва, Ленинград, Севастополь. Великая Сталинградская битва. Нам завещана память. Помните. Каждый подвиг. Помните. Вспомните. В минуте молчания. Вспомните. Минута молчания. Любовь к Родине способна творить чудеса. Оковы падают, пожар затихает, а сама скульптура одевается в Знамя Победы, как символ единства и непобедимости советского народа. Золото Побед. Вот что нам досталось, как истинная и немеркнущая ценность. Память о великом подвиге дает силу нам и новым поколениям. Жизнь вечна, а подвиг героев бессмертен. Победа – это торжество правды, это радость встречи, это свет надежды, свет великой Победы. Девятое мае 1945-го. Бесценная победа. Победа в праведной битве. Это торжество правды. Это радость со слезами на глазах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Татьяна Крючкова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok